компания бмв рассекретила обновленный седан универсал 3 серии поколения g20 после рестайлинга автомобили получили изменения во внешности и интерьере а также получили новые опции сохранили прежние двигатели которые сочетаются только с восьмиступенчатым автоматом степ троник еще клиентам будет предложен пакет m-sport и m-sport pro дорестайлинговый седан и универсал дебютировали осенью 2018 и летом 2019 года соответственно но их обновленной версии производитель решил показать одновременно характер изменений был известен еще полтора месяца назад по электромобилю бмв и 3 для китая а кто подписан на мой телеграм-канал уже видел фотографии обновленной трешки предназначены для все того же кита в рамках обновления модели слегка изменили фирменные ноздри радиаторной решетки которые не стали делать большими как у 4 серии теперь они выполнены форме многоугольников и получили рисунок в виде двойных вертикальных полос оптика модернизированной третьей серии по умолчанию светодиодная и оформлена более минималистично без перемычек в нижней части с г-образными линиями дневных ходовых огней адаптивные фары предлагается в качестве опции задние фонари трогать не стали базовыми теперь является 17-дюймовые колеса вместо прежних 16-дюймовых и черные молдинги вокруг боковых стекол захромированную отделку нужно доплачивать вместо т-образных отверстий в переднем бампере стандартной версии заняли трапециевидные а пакет м спорт можно узнать по клыкам по бокам решетки нижняя часть которой оформлена рисунком виде пчелиных сот сзади в клыке интегрированы катафоты которые прежде имели горизонтальное расположение для м спорт стандартный 18-дюймовые диски помимо пакета им спорт впервые предложат м спорт про с более богатой черной отделкой затемненными фарами тормозной системой с красными суппортами наконец палитру вариантов окраски кузова добавили четыре новых оттенка в салоне перемены куда серьезнее теперь у седана и универсала третьей серии такая же передняя панель как и у электрокара бмв и 4 это крупный изогнутый экран высокого разрешения объединяющий в себе 12 3-дюймовый приборку и 14 9-дюймовый дисплей медиа системы ай драйв 8 таким же оснащается ай икс и ай 4 от аналоговых приборов и отдельного пульта климат-контроля отказались окончательно теперь все управление находится в мультимедиа а в базовую версию включен трехзонный климат-контроль система и драйв нового восьмого поколения имеет расширенный функционал для работы с облачными сервисами и штатную навигацию система и драйв нового восьмого поколения имеет расширенный функционал для работы с облачными сервисами и штатную навигацию место рычага коробки передачи на центральном тоннеле занял маленький селектор кроме бмв м3 все версии 3 серии теперь доступны исключительно с восьмиступенчатым автоматом с подрулевыми лепестками отныне механика осталась только у бмв м3 моторная гамма модели изменениям не подверглась клиентам по-прежнему предлагают бензиновые моторы мощностью 156 184 252 и 340 лошадиных сил также новинку можно будет приобрести с дизельными агрегатами с отдачей от 150 до 340 лошадиных сил все двигатели оснащены 48 вольтовым стартер-генератором который работает в рамках системы старт-стоп также у третьей серии имеется несколько полноценных гибридных модификаций заряженные бмв м3 будут полноценно обновлены позже а помимо седана появится долгожданный м универсал производство новинки налажено в мюнхене мексике и китае в германии цены на обновленный седан 3 серии стартует от 43 тысяч 900 евро а универсал стоит от 45 тысяч евро первая машина окажутся в дилерских центрах в июле как вы считаете какая трешка выглядит лучше дорестайлинговые или обновленные поделитесь своим мнением в комментариях друзья также напомню что в описании закрепленном комментарии я оставляю ссылку на свой telegram яндекс цен контакт и ru tube там можно найти еще больше контента и авто новостей переходите подписывайтесь чтобы не теряться не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий авто индустрии а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok